не прочитать что-то связанное с my pleasure что-то из серии спирита надо сейчас брать на самом деле очень хорошо заходит сюда под аппараты или таск и в спирит. Таск хорошо звучит. Таск да, Таск закрывает. Прожер показывал. Классно. Сэвить может еще отлично. Как раз сноуболом если комбинации статик стороны перекатываться. С аппаратом лучше выглядит. А вот таска забирает. Опятка сразу. Таск на роме помощнее будет. А чего он здесь будет сэвить? Да чего угодно. От проказа идти не может, если успеет конечно. От фокуса какого-то сильно. Пик пока что вы делаете в VGJ как? Мы просто открываем первую-вторую карту, где мы проиграли, берем героев в ВП. И так может вообще работать? Да. Так нужно работать против ВП. Согласен, согласен. Это паста Сумаила, твиттера. Умеют ребята. Могут. Ну вообще как выяснилось это вообще все СНГ. Он сейчас тоже как на этом скриншоте тоже как будто из дыри вылазит между этими мониторами. Ну герой наклевывается на джаггернаут опять для ВП. Просто мне кажется они уже героев каких-то обдумывают других. Ну у меня джаггер здесь нравится опять же. Ну у тебя возвратка не работает, да, дизраптора. Там таска если в тебя закатывается, ты всегда можешь с крутилкой уйти. Я думаю сейчас должны ВП здесь его забирать. Потому что Элла Стиллер. Элла Стиллер, да, вот этот один, ну, в принципе суть не меняет. Либо Либо Рейдж, либо как раз Блайт Фьюри. Элла Стиллер, скорее всего, Виртуз Про героя здесь на первую позицию для Рамзеса. Если, конечно, Тинни нет. Ой, 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 ой. Так я Паше причем даже, ну точнее так, начнем с того, что Паша мне писал, потом я уже писал Паше. И он сказал, что как раз таки на Кентавре он сыграл бы не лучше. Вот мы тогда все вспоминали, что, ну, давно не тренировал, сказал. Поэтому, либо они... Самое время потренироваться. Да, то есть они либо вчера, после вчера много на Кентавре играли, где-то там на своих практиках, где-то на обсуждениях. Либо ждет, да, тренировочек прямо сейчас. Ну, а что бы нет, они все равно выигрывают 2-0. Хотя я ожидал чего-то более интересного, более редкого. Нет, я не говорю, что он плохой, я говорю о том, что можно было какого-нибудь паджика зафанить. Я про то, что у вас смотри, там замечательный Тускор с шардами. Увы. Отстой. Тускор с шардами, ДПС с сифонами, и ты просто от всего уезжаешь. Угу. Бэтрайдер, который постоянно банился со стороны китайца. Так вот, и если они сейчас не злайнапят Бэтрайдер против Кентавра, я ухожу. Куда? Отсюда, отсюда нечего будет делать, это будет 3-0. Что обсуждать-то? Пустое место будет. Замечательно. Я друзей не кидаю, я тоже пойду. Хорошо. Тогда вся аналитика просто уйдет, друзья. Не считая меня, видимо, и Форса. Не знаю, Форса тоже уйдешь? Ну, на пояс там не обязательно. Давайте устроим прямое включение с вокзала просто, с Форсом. Пойдем рожать. Внимание. Ну да, пойдем продолжать. Внимание, кто-то не поставил Бэтрайдера против Кентавра. Во-во-во-во. Вот это да-да-да-да-да-да-да. Только там более жестко пум было даже. Страшно было тогда за ребят из Поднебесной. Большой стадион там? Или так? Ну, полагаю, что какая-то ледовая арена все-таки. Обычно показывают такой ракурс. Одну трибунку. Так, ну что хотелось бы сейчас получить китайцам на первую роль, я так понимаю, осталось. То же самое касается Virtus.pro. Манки Кинга. Вот, Серега попросил, пожалуйста. Спасибо большое. Полный зал. Спасибо большое. Спасибо, Андрюх. Там по последнему бану еще осталось. Не стоит забывать про Бруду. Опять-таки. Так, Луна. В бане Войт и Найкс, и ВП все еще могут Бруду себе взять. Ластилер забанили? Если захотят. Ластилер в бане. Бруду можно было бы, да, забрать. Сейчас пик китайцев мне нравится очень. Бруду тяжело будет играть. То есть у вас куча героев, которые будут миришниками куда-то вбегать в Луну, в Битрайдера, в Шарды, в Кинетик. Это такая себе идея. Я бы просил, скажем так, рейджового героя на Мистер МЗС. Как насчет повторения Морфа? ВП не будут рисковать, да, что-то в серии Морфа. Ну, как раз что-то такое. С лейкинсферы должно быть. Бруда. Бруда. Очень рискованный пик. Очень рискованный. Я на китайский лидер на этой карте поставлю. Один. Второй. Мне на поезд, поэтому в Virtus.pro выиграйте, пожалуйста. Пожалуйста. Слова. Не оставляйте нас. Не оставляйте нас. Не оставляйте, как комментаторы. Да. Ну что ж, друзья. Отправляемся на третью карту в рамках гранд-финала Virtus.pro. Против фичи геймин Джереми Тандер. Комментируйте игру. Все еще для вас будут Джеми вместе с Майл Штормом. Забирайте, друзья. Я придумал очень крутое вступление, но я забыл прямо перед началом, увидев эту бруду. Примерно такое вот лицо было у Вовы, когда он убил бруду. Я все забыл. Я забыл вступление. Третья карта. И если не сейчас, то вообще когда? Я вспомнил. Давай. Если на прошлом финале команда Virtus.pro убила команду вичи гейминг так, что те больше вообще не играют в доту, фактически, но играют очень плохо, то после этого финала, и сейчас будет 3-0, команду вичи гейминг Джереми Тандер убьет Роти Кей. Потому что он слишком... Он уже орал. Он уже орал там. Я, говорит, я сейчас вот драфчу, и если этим даже не вытаскиваете, то все. Ну, примерно такое лицо было, на самом деле, у него на драфте. Да, я между кадрами там видел. Но вообще согласен. Интереснейший пик последний. Брудмазер. Что-то как-то я немножко других героев ждал. Мы тут обсуждали с тобой вариативность. Ждал Арквардена, Войда, там какого-нибудь, я не знаю. Ну, в общем, ждал от полной развлекухи от ВП. Но, с другой стороны, все-таки нужно иметь какое-то уважение к турниру. Все-таки это финал мажора. И как бы соперник тебе, ну, как бы не было просто, нужно играть до конца собрано. Потому что вот эти вот, знаешь, моменты, когда там какой-нибудь бегун бежит и уже радуется, его на последних метрах обгоняют. Можно стать таким бегуном, фактически. Ну, вообще, да, по-хорошему так-то. Опять же, мы говорили с тобой о морали, да, что это не последнее значение имеет вообще в целом в спорте, не только в киберспорте. Тут уже, я смотрю, у Паши, да, веселье пошло по полной. Уже таунтит по кд. Слава богу, спасибо, что не на бочке, да, в этот раз. Вот это вот туру, туру. Ну что ж, смоки от команды Virtus.pro. Рамзес отправили мид пока что на Брандмазер, пошли сетки. Заливать мид. Да, тут навстречу идет уже гэнг-отряд. Кстати, от команды Virtus Gaming в теории могут попробовать забрать Брандмазер, ворваться через удачные шарды какие-нибудь. Знаешь, в теории они могут вообще очень многое, но на практике... В теории, да, согласен. Я уже вижу, как они выходят на бруду, их расстреливает Вышка, Рамзес лежает на ЛХП, его паучки съедают одного, второго. И я сейчас вспоминаю этот легендарный Rush 3D Gang, который был, да, также по Т1, примерно. По-моему, они немножко заблудились. А он не на бруду был, случайно? Нет, там на СФ, по-моему, был выход, да, если не ошибаюсь. Ну, они просто прошли, проставили варды, сейчас будут за Баунтосы сражаться. Вообще, конечно, вот вчера у нас шла битва, ожесточенная за Operation, между Liquid'ами и ВП, и две игры он выиграл. Из трех здесь у нас Operation достается ВП, как раз-таки на ферст пик, опять же Тинек. Опять непонятно, как подсейвливать Луну, если получит быстрый левел. Ну, шансы по пику на этот раз, ну, очень хорошие аналитики сказали, и видно, что против битрайдера будет тяжело, засейвить очень тяжко против этого персонажа здесь. Плюс ко всему Death Profit против Тини, мы знаем, что этот герой силен. Здесь все упирается в бруду. Если мы увидим опять бруду, которая выиграла мид, ну, вот битрайдера ставят смайл, уходи. Да, давайте посмотрим расстановку по линиям. В миде у нас будет интереснейшее противостояние брудмаза против как раз-таки битрайдера. На бот у нас отправился аппарат помогать фармить Тини. На аппарате, конечно же, будет играть соло. Против них выступает тоже неприятная довольно-таки дабла. Фриз на пару с фейдом, да. И на топе также дабла пока что от команды Virtus.pro. Это у нас, конечно же, Паша на Кентавре. Помогать ему здесь будет Роджер на Earth Spirit. И у DDC уже проблемы. Вкатывается на него и стан, и DDC могут не отпустить. Да, ну, DDC, в общем-то, здесь не буду говорить ничего, потому что здесь действительно его очень жестко. Так, подожди, сейчас Шуисалару можно напихать хорошенько, пока он там по тавру идет. Да, Роджер разминает. Это та самая четверка, может быть, не самый плотный четвертый с позиции Суппорт, но Сорбу в Веномом может размять. А вот, собственно, его и размяли, пока мы отвернулись буквально на секунду. О чем и говорилось. Фраг не заставил себя долго ждать, и вот уже 2-0 за командой Virtus.pro. И тысячу они ведут. В это время Нуана продолжает гонять на нижней линии, но это, опять же, Тини-Тини привык терпеть. Здесь нормальная ситуация вполне. Главное, что левел получает. В миде интересно будет посмотреть, как справится Рамзес. Ну, Бэтрайдер не побеждает бруду. Мы видели много раз уже, что из-за вот этого бафа паучков, из-за бафа резиста, он не пробивает их бочкой, он не сжигает их быстро, они успевают убежать даже под стаками напалма. В итоге 9-4, Бэтрайдер три крипа забрал. Да. Ну тут больше, наверное, интересно понаблюдать за игрой Рамзес, наверное, в первую очередь, на этом герое. Ну, так, знаешь, как тебе сказать. Я видел уже где-то это... Я видел и заливки от него, я видел и такую доминацию. Интересно будет понаблюдать вот как раз-таки потом, что вообще будут пытаться с ним сделать, потому что, ну, бруда жесткая. Но это никто не спорит. На топе там очередные попытки были от Роджера ворваться на DC, я так понимаю, немножко неудачно в этот раз. Прицел не откалибровал. Да, вернулся дисраптер. Ну, вообще, тут нужно стоять хорошо. Сайлор должен много крипов иметь, иначе как вообще бороться с этим? Конечно, Луна здесь смотрится как керри очень-очень сильно. И понятно, что там со своими артефактами она убьет и Тинни, и Кентавра, и Бруду. Ой-ой-ой, Янг! Ну что, с почином, Рамзес, похоже, это начало того самого заливного в миде. Нужно быть аккуратнее теперь Бэтрайдеру. Это, скорее всего, будет происходить по кулдауну, если будет вот так подставляться. Бродмазер никого не щадит. Ну что, 3-0? Да, 3-0 чем. Гранд-финал 3-0. 3-0, 3-0 счет. Нет, ну я не про счет имел в виду в картах. Я имею в виду пока что 3-0 в пользу команды Virtus.pro, и у Virtus.pro вновь все замечательно. Отличное начало, продолжает гонять и топ, продолжает напрягать и мид. На нижней линии, конечно, терпит Тинни, но Тинни себе может позволить это. Вот опять же, полетел Бэтрайдер сразу. Ну, хорошо, говорит Рамзес, я пережду, пока ты там полетаешь. Отводит пока что паучков. Окей, а дальше что? Как же так прогребдели эту Бруду? Всегда, это цитата одного из аналитиков, всегда есть вероятность быть уничтоженным Брудой на ластпик. И так вышло, что вот все вспомнили, Бруду не вспомнили. А так все было неплохо. Ну, пока еще ладно, пока еще живут. Там Соло сейчас могут забрать на боте. Да, в общем, лоу хп, но он погибает. Дракон на развороте, могут попробовать забрать фейд. Неплохой бодиблок от Фриза. Фриз танкует с собой. Бегает фейд, не удалось его забрать. А в это время в миде Рамзес съедает в очередной раз. За Тавром уже. Ну тут как бы, ну с Роджером вместе, но в любом случае, то еще один фраг в копилочку команды Virtus.pro. Да, и Бретрайдер ничего не может сделать против Бруды. Уж теперь точно. Я видел подобную линию, которую более-менее отстоял против Liquid. По-моему, это был игрок Vichy Gaming 11. Он хоть что-то сделал, но там была длинная линия. И он потом начинал фармить Лиса. Ну, хотя бы как-то держался здесь. Просто с самого начала Бретрайдер отдал уже два фрага. И мы понимаем, что дальше... Да и Тавру там жить осталось не так долго. Сейчас еще Тавру пойдет, да. В копилку команды Virtus.pro. И Рамзес как бы сейчас может сместиться как раз-таки в ту сторону леса, где фармит и Бретрайдер, и разобрать его еще разочек там. Да, вот минус Тавр. Это уже 2000 за ВП. Роджер продолжает здесь руммить. В позиции находится, чтобы ворваться, если что. Но вот теперь проблемы у Янга вновь могут быть. Есть очередная сетка. Врывается Роджер. Здесь уже потянулся и соло. Вортекс накинул. И это минус Янг. Килинг Спрей для Бордмазера. Да, бедный Бретрайдер. Мнут его. Причем против Пауков еще долгое время. Бороться будет очень-очень тяжело. Опять же, у Луны весьма ограниченное количество целей за счет своих Глейвов. Да и Глейвы, наверное, еще не появились. Death Prophet снизу нападение на тени. Но это Замануха. Да. Это Замануха. Это ловушка. Бегите, глупцы. It's the trap. Там в спину подтягивается Роджер. Вместе соло. Есть Вортекс. Cold Feet. Есть Snowball. Но Эд Фриза не спасет. Он примерзает. Фриза тосует. Он погибает. Должен прямо сейчас. Хотя, Сайлор перетянулся неплохо. Забирают также соло. Но опять же, размен неравный. Потеряли Death Prophet. Забрали всего лишь саппорта. У Роджера также проблемы. Роджера, наверное, не отпустят. Роджер погибает и отправляется в таверну. Ну, хоть что-то. Сайлор. Отличная игра. Очень хорошая. Но очень плохо все у Бэтрайдера в тем временем. Он отвратительный, я бы сказал. Он просто ничего не может сделать. Берд Мазер. Все, что он может делать, это рядышком летать и смотреть, как Рамзес пушит и вра. В это время на боте драка забирают здесь у нас луну. Луна погибает. Не надо было хвалить его. Сглазил. Видимо. Я, видимо, вообще там просто сегодня провел ночь восхваляя Вичи Гейминг. У тебя маленький алтарь свой. Да, построил и... Где-то. Ну что ж, 7-3-4 тысячи. Рамзес уже практически ломает Т3. Я не понимаю, почему мид еще стоит. Шестая минута. Алло. Надо уже давно. Пора сносить Рамзесу. Что мне купить, спрашивают. Ну, вообще по такому, да, у него две стоны руках. Пока не ясно, что он будет приобретать себе далее. Ну, наверное, через минус армор. Дизолятор какой-нибудь. Солар Крест. Вот хороший вопрос. Солар не всегда на брудке доделывают? Роджерн не докатился немножко до Сайлора. Попадая до Сайлора. Попадать станом, но забрать его не удалось. Шарты на развороте не попадают. Плохие. Надо было забирать хотя бы одного. Но здесь уже Соло. Здесь Соло, да. Просто посмотрите, как его грызут. Просто его грызут. Его... Я не знаю. Тут просто пауки съели. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Примерно такая же реакция, наверное. Как же больно. У многих, я думаю, сейчас, кто просматривает эту трансляцию драка на топе. Паша пытается забрать, но Паша та-та-та-та-та и улетел. Нечем сбить. Хочется вообще спросить в такой ситуации, зачем здесь вообще Virtus.pro герои на других линиях? Им нужно только вот два таких полу-роумящих саппорта, или даже один, и бруда для того, чтобы полностью вичи гейминг Джереми Тарна, потому что сидели на базе и ничего не могли сделать. Здесь даже уже, по-моему, не помогает какой-то фраг на бруде. Две с половиной тысячи. Рамзес не знает, чего ему купить. Роджер уже в позиции, и сейчас будет минус Луна. Сейчас будет вновь минус Туск. Да, накатывается в пауков. Пауки его, естественно, не отпустят. Они пойдут до конца. Пытается, пытается что-то придумать. В этот момент начинается разминка под вышкой. Здесь пошел ультимейт. Нунчика есть шанс забрать. Нунчик кидает дерево. Минус Сайлор, минус Нун. Но это размин, естественно, в пользу команды ВП. И минус ультимейт еще и у Луны. Теперь опять они небоеспособны. Все это за тир один вышкой. Но это не страшно. Вот что страшно. Да, вот страшно, потому что здесь скоро уже будет дезолятор. Там остались сущие копейки до этого чудесного артефакта. И как бы с дезолятором, бруда, я не знаю, тут трудно будет кому-то выжить. Посмотрите, что делает. Жесть, жесть. И никак не подсейвить. Пауки выживают. И ты ничего не сделаешь. У тебя просто идет вот эта вот туша пауков. Эта злая паучиха съедает и все. Я уже не могу который турнир кряда найти вот эту картинку, которую иногда пустят, где такой просто какой-то типа лайфстиллер нарисованный пятилетним ребенком с фоткой Рамзеса приклеенная и подпись «И тут приходит Рамзес». Вот это данные игры. Короче, фотожабы отправляйте нам в твиттер. Фотожабы с Брудой и Рамзесом, там с «Горящим домом», с тем, как «Вич и Гейминг» вылетают на реактивном ранце с этого финала, потому что боятся пауков. Это будет самый интересный момент этого гранд-финала. В такой момент вспоминаю сразу видос. Здесь есть такой, знаешь, в разных нарезочках, когда там чувак дома убивает паука, а из него такой миллиард. И он такой, все, ребята, я улетаю, хватит. Так, ну вот сейчас прилетел Дизоль. Это артефакт, конечно, невероятные силы на 8.50. Да, на 8.50 это, я бы сказал, может быть похоронный артефакт, потому что падает Т1 на нижней линии. Все, Бруду убивают. Бруду убивают, но удастся лид. Да, в это время погибает Таск. Рамзес, нет, здесь, конечно же, без БКБ ничего не сделаешь. БКБшка must have. Была бы БКБшка, можно попробовать было с ультимейт как-то отхиляться и так далее. Да нет, БКБшка не нужна. Нужно сейчас идти где-то фармить леса и дофармливать эту... Ну, вернее, не нужна первым артом. Так-то, конечно, нужна нападение. А пауки-то остались, Бруду, нет, но пауки грызут. И Сайлор примерзает он. Пауков наддавал, но забрал Сайлора. Это хорошо. Преследуют Роджера. Пытаются забрать его. Там еще пытаются закрыть Соло, но, по-моему, не закрывают. Нет, закрыли. Соло не может выйти отсюда. На нем куча стака. Да, Соло здесь уже не отпустит никак. Команды Вичи Гейминг. Ну, знаешь, несмотря на то, что они сделали фраги, они всего лишь одну тысячу отыграли. Все еще пять тысяч преимуществ за Virtus.Pro. Продолжает фармить Паша. У Паша скоро появится Blink. И можно будет врываться. Паша, может быть, когда-нибудь начнет играть в эту игру. Потому что пока что его... Ну, кстати, он мог сейчас вопрос забрать. Там есть толсо. Да, здесь Паша и еще и без ультимейта. Да, Пашу здесь определенно заберут. Хотя вкатывает Сурспирит. Отлично выталкивает. Какая игра от Роджера. Жесть. Драка продолжается по таврам. Погони от команды Вичи Гейминг. Это может быть ошибкой Роджера. Заберут сейчас, наверное. Да, Роджер погибает. Улетает отсюда Янг. Но ненадолго его... Заберет, наверное, Соло. Одного удара буквально не хватает. Янг. В это время кого-то глимсанули. Но я не увижу, видимо, кого. Не суть важна. Потому что продолжается погоня за Янгом. Да. Нет, айсбласт. Айсбласта не хватает. Чтобы сверху на это... Здесь закинуть. А здесь уже спину фриз. Фриз. А здесь уже фриз. А здесь уже и пауки. А здесь уже и Рамзес. Ай-яй-яй. Последняя тычка пауки. Нет. Янг выживает на лоу хп. Влетает в воздух. Там диспрофит подходит. Как сыграл Роджер? Он вытолкнул Кентавра. Потом дал сайланс бетрейдеру. Наказал бетрейдера за то, что Пашу не схватили в лассо и пожалели. Но сейчас уже, конечно, поздно. Просто странный момент, на самом деле, то, что не прокастовали это лассо. Не исключаю, что, возможно, был в кулдауне. Ну, судя по тому, что иконка горела, вроде бы не было. Но если иконка горела... Ну, да. Я к тому, что я просто как раз повторял. Ну, все окей. Я думаю, что просто хотели сэкономить, но нельзя экономить. Аааа, скорее всего, маны не было. Маны не было, скорее всего. Ну, если она была зеленая, значит, и мана была. Нет, синенькая была. А, если синенькая, да. Я не обратился. Я поверил тебе на слово, а ты... Я тебя подвел. Подставу в миде. В миде ловит соло. У соло проблемы. Накинули на него сифон. Соло бежит. Бежит. Вортекс под себя кидает. Пытается жить. Еще один спирит сифон есть у нас. Стампида. И просто бежать. А в миде уже страшный паук. Вот теперь есть лосо, и у Рамзеса проблемы. Рамзеса могут не отпустить. Павук. Павука замедляют. Павук бежит. Павук. Кайтит его. Боже мой, это больно смотреть на это. Отпустите. 4000 остается от преимущества. На самом деле, так и немножко доиграться можно. Круто раскайтили. Казалось бы, вот, ну, фейл, вот эта погоня за Солочем. Все потратили кучу сифонов, не убили, но в этот момент поцепили бруду. И Рамзес возвращает интригу. Красава, Роман. Хоть немного еще интриги. Классическая СНГ дота. Все нормально. Все правильно делает. Ну что ж, игра продолжается. Да, отыграли 2000 ребята из команды Вичи. Никто не покупал дезолятор. Раньше 11 минуты. Но тут с таким стартом неудивительно. В это время врываются на Янга. Янга очень больно. Полетела в спину полена. Один удар еще. Да, Янг погибает. И на хосте, но Вану нужно бежать. Янг немножко ошибся. Он мог откинуть Тинни подальше. Хотя, учитывая, что Тинни на хосте, это не сыграло роль. Что бы помогло бы, да. Как ты любишь говорить, сути дела не меняет. Сути дела не меняет. В это время экзорцизм активируется от Фриза. Блинк Даггер появляется у Паши. И возможно будет драка. Несмотря на наличие ультимейта Луны. Ну нужно еще. А, и летит Айс Бласт. Летит Айс Бласт на Луна. Ой-ой-ой, Сайлар. Очень опасная ситуация. Врывается Паша. Есть бим сверху. Здесь уже и фейт. Неплохой статик шторм. Наверное, Паша погибнет. Да, Паша погибает. Забирает также еще и Соло. Соло также отправляется в таверну. Отлично. Минус два от команды Вичи Гейминг. Правда, в это время там уже злой паук. В это время тост. Неплохой Тинни. Можно забрать, попробовать Фриза. Фриз. Фриз живет до последнего. Фриз выживает. Ну да. Такой Йеллоу Мув немножко от Тинника получился. Ну слушай, потихонечку так-то отыгрываю сейчас Вичи Гейминг преимущество у Виртус Про. Рамзес там в итоге до Т3 не дошел. Его отогнали. И Т1 заберут сейчас Вичи себе. Ну нужно, нужно добить эту Т1-вышку обязательно и желательно заластхитить. Вот сейчас ДДС. Да. Зарабатывает кучу золота. Нельзя было оставлять Денайбл. Одна тысяча преимущество остается. Луна набирает кучу артов. Это был какой-то нереальный Йелло Гейминг. Луна испортила все совершенно. Тинни тоснула ее вместо Деспрофит. ДП не добили. Второй врыв. У ДП заканчивается ульта. Она опять живет. И Блинк Даггер у Бэтрайдера. И Фурстав такими тампами не загорали. Так все самое печально, что там даже не пришлось кастовать Эклипс Солуния без этого. Даже так. Да, да. Даже так у нее все еще имеется тут замечательная ультимативная способность. Рамцесс продолжает фармить. И вот все-таки БКБ решил приобрести. Здесь я его поддерживаю. Но в это время погони за ДДС. Есть тампида. ДДС. Проблемки у него. Да, его не отпустят. О, тут просто бешеный дуват с поленом из-за леса выбегает. Дайте мне его, говорит. Но тут было уже поздно. Ой-ой, Бруда. Бруду цепляют. И Бруду сейчас попытаются завести на лассо. Хватает длительностью. Тут же пошел Эклипс. Бруда бежит. Бруда. Бруда живет. Айсбласт залетает неплохо. Кентавр уже здесь. Начинает разминать. Таск. Таск должен погибать. Сайлент складется. Отличная диспрофика Бруда. Рамцесс на развороте просто плевком забирает Фейда. Сбивает с него стрик и Вичи Гейминг вынуждены отступать к себе на базу. Минус Эклипс на этот раз. Пауки поглотили часть урона. Немножечко не хватило. Фраг был очень сочный. Но теперь Луни нужно бежать. Скан пошел. Сайлент. Камень. Да ладно? Как? Как он попал? Сайлент нужно бежать, но его уже не отпустят никак. Виртус Про забирает майн-кэрри команды Вичи Гейминг Джереми. Тандр. Каким образом я думал, что он мимо должен был пролететь? Пикселем, краешком зацепил. Загнал шар в лузу. Да. Это как в русский бильярд играл. В отличие от американки, там нужно реально шар дюйм в дюйм загонять. Так же и здесь. Дюйм в дюйм загнал? Ну да, как-то так. Миллиметр в миллиметр попал, уложился. Ну что ж, отличнейший фраг получился у команды Виртус Про. Вичи Гейминг в это время возможно смог вылазка какая-то будет. Ну почему бы и нет. Правда лассо все еще нет. Но есть экзорцизм. Но полетел. Это также ультимейт от Дезераптер Соло. Соло нашел всю команду Вичи Гейминг сейчас и... Это был байт от Соло очень классический. Возможно. Ну в принципе ему терять нечего в этой игре. У него две тысячи над ворсо, почему нет. Ну без лассо в итоге фраг удается сделать. Но вообще конечно игра-то довольно существенно меняется. И теперь ВП, они все еще играют первым номером, но они уже не находятся в той позиции, что вот сейчас мы просто пойдем и наубиваем. Потому что у них вышки. Если вышки начнут падать, камбэк не минуем. Если Луна дофармит свои артефакты, камбэк не минуем. Бэтрайдер может делать смог вылазки. И сейчас нужно конечно немножко подсобраться. Вообще согласен. Иначе Форс может не успеть на поезд. Может не успеть. Может не успеть. А по нему видно, что он, знаешь, уже с каждой карты в лице приободряется. Обратите внимание, аналитики все сидят, что-то говорят. А Форс думает, так, сколько там до поезда осталось. Сумку собрал, все взял. Причем самое забавное. В это время лассо неплохое. Можно попробовать забрать быстренько Рамзеса. Свет! Свет отключили! Что?! Как вы играете, Вичи Гейминг? Почему?! Самое главное, обогнетаясь на развороте. Блаз залетает также. Проблема у ДДС. Есть Варлз Патч по Рамзесу на Рамзес. Рамзеса климсанули обратно в это время в погоне за Фейдом. Фейда могут забрать, а Фейд погибает. Погибает также у ДДС. Я не знаю, как это может быть. Вы играете против Брутмазера. Но нацепляют сейчас. Не успел среагировать. Не получает Сайланс, кстати говоря. Может... Ну нет, нет. Получает заряд бодрости от Сайлора. И летит уже на всех парах сюда Солыч. Но вовремя останавливается. Ставит прям вард под Сентри. Не очень здорово. В итоге размен еще не такой плохой получается. Но знаешь, тот самый момент, как Бруда уходит в инвиз, как в старые добрые времена. Ну да. Ну не, ну вообще на самом деле согласен. То есть повезло, но что поделать. Ну просто у суппортов здесь счастливое стечение обстоятельств. Обычно у суппортов всегда есть какая-нибудь шальная Сентриа или Даст. Тем более, что у Тини скоро будет Shadow Blade. Но здесь так получилось, что это... Наверное, в последний раз в этом финале Даст не было. Ну, понимаете эту фразу, как хотите. Так, нашли Сайлор. Есть Айс Бласт. Неплохо. И, по-моему, минус Луна должна быть. Луна. Нет, тут очень много рона. Там... Да, нет. Хотя... Или... Или... Да. Я из-за него, говорит, и просто отдается. Да, DDC, конечно... Может быть, он посмотрел за игрой Солч и решил повторить, как бы... Знаешь, бывает такое, когда пытаются повторить за проигроками. Ну, я тебе так скажу. DDC... Это явно не то, что нужно повторять за проигроками, уж точно, поверьте. Я не хотел обидеть DDC. Он тоже проигрок, конечно, но... Блинкдаггер появляется у нас у Роджера. Теперь можно будет врываться с него. Возможно, смок вылазка сейчас будет от Вичи Гейминг. Они собираются у Колл Шрайна. Им нужна. Да, было бы неплохо подраться. Опять же, что там... Там Луна, по идее, что-то фармить себе должна была. А, Форстаф будет. Я понял. Хорошо. Смоков нет, видимо, у Вичи. Я не совсем... Нет, смоки-то есть. Я так понимаю, просто не донесли, что ли? Ну, может быть, и нету. Кто знает. Мы же... Игра очень активная. Это тот самый High Ground Na'Vi. Будем называть его так. А-а-а. Там БКБ-шка появляется у Рамзеса. И, возможно, сейчас сами Virtus.Pro пойдут в атаку. Ну, они тоже могут. Да, вот им как раз-таки смок и летит. И Shadow Blade. Плюс Shadow Blade, да, для Тини. Ну, в руках Нунчика сейчас опять очень многое. Потому что, конечно, Рамзес был близок к тому, чтобы затащить эту катку в соло, но не затащил. Сейчас с пауками выдвигается со всей командой. Позиция не очень хорошая, если будут заходить... А, вот так вот. Ну, так можно, да. Этого парня можно гонгануть. Рамзес, правда, потерял всех пауков. Все равно неплохо прогрызает, но очень долго все это происходит. Вичи Гейминг очень боятся. В этот момент пика прилетает Луня. И кажется, Вичи Гейминг что-то начинает подозревать, как те самые пчелы, которые что-то заподозрили. И навстречу выходит NoOne в инвизии. Какой стал по двоим, и туда же есть Blast! Боже, как это больно! Ловит DD7, моментальный минус 3 от Virtus.pro. Да, это было очень круто. Классно подсветил, и Паша ворвался. Застанели двух героев. Опять проблемы со светом. Отключили свет. Опять отключили свет. Но здесь уже ошибка серьезная, потому что здесь должны были ждать Shadow Blade. Да, согласен. И я тоже удивлен. Падает Рошан в копилку команды ВП. Это Aegis. И с ним можно идти. Но я не знаю. Все еще Т2, на самом деле, стоит и на топе, и на боте. Неплохо было бы их прибрать. Все-таки это тоже деньги. В это время Паша уже в соло бегать. Кого-нибудь ищет. Сюда летит Бэтрайдер. Но Паша, наверное, не найдет. Тоже успеет уйти. Да, есть ТП. Улетает. А вот не поверил. А поверил бы, что Паша не доедет? Да, мог бы с блинка найти его. Попробовать сейчас подцепить. Ну ладно. Надо играть до конца в каждом моменте сейчас ВИЧи. Потому что для них сейчас каждый фраг на вес золота. На самом деле, вот если за время этого Aegis преимущества сильно не вырастет у ВП, я готов сказать, что у ВИЧи здесь есть все шансы. Хотя, конечно, если они будут играть вот так, с точки зрения вардинга и тимфайтов, то, наверное, все равно. Их просто будут убивать за комбу, за прокаст. Вообще, согласен, нужно уделить время инвизу команды ВВП. Время инвиза. Да, пора бы. Есть, конечно, сентри, но не так много, как хотелось. Покатился Роджер. Наверное, тоже сейчас расставит Вижен. Подготовит, так скажем, бой. А сейчас время инвиза. Летит Ice Blast на ботс, и Сайлор сразу понимает, что дело пахнет керосином. Да ладно, доли секунды не хватило камушек, не успел сбить ТП. Закрыл лунку руками, в которую влетал этот шарм. Ну, на самом деле, направление опять было верное, и хватало по скорости, точнее, по скорости, а по дальности. Но вот скорости не хватило в свое время, был фикс, когда пофиксили скорость. Да-да-да, раньше он гораздо жестче. Ну, раньше у нас Сайлор Спирит был вообще ФП, то есть не удивили First Blood. Так, у нас нашли Сайлора, Сайлор сразу прожимает, моб бежает. У него пика. А, нет, он не прожал, не прожал моб, нормально, можно драться. Роджера на развороте никак здесь уже не подцепить, наполовину пробили, но это все. Ну, разводят, очень неплохо ВП сейчас и подгрызают Тир-3. В принципе, очень ценно будет забрать Тир-3, потом минуснуть Шрайны. Правда, сейчас легкий подфит от пауков. Сайлор очень много имеет, у него пика, у него... У него момчик. Ему явно не хватает БКБ. Скоро будет БКБ, очень скоро. Но БКБ это тоже не панацея, потому что это такой необходимый затар. Это сживаемость, это кое-какой урон, это прокаст, но нужен урон посильнее. Это да, безусловно, это хотя бы позволит тебе дать этот прокаст, а не умереть за стан какой-нибудь один и все. Ну что ж, не стали заходить в Virtus.pro пока что на ХГ. Единственное, кто продолжает пушить, это Рамзес. У Рамзеса уже имеется также БКБ, 1600 на руках, купил себе мом. Дальше пока не ясно, что будет приобретать. Бэтрайдер дофармливает себе также форстаф, но здесь понятное дело. То есть блинкуешься, форстафуешь себе обратно на лассо, чтобы максимально далеко увезти кого-нибудь одного. Ждут, ждут вичи гейминг. В это время пушится также топ от команды Virtus.pro. Ну слушай, Virtus.pro внезапно начали осторожничать, очень сильно осторожничать, ждут пока поставятся вичи. Они вспомнили, что это гранд-финал мажора все-таки. Они видимо вспомнили, что они в шаге от того, чтобы этот мажор выиграть. Может быть они тоже хотят успеть на вечерний рейс. Обратно в Москву? Нет, там шутки на английской трансляции про пицца-пати у нас не так актуально. Но в общем пицца-пати сегодня, поэтому нужно поспешить. Не исключено. Ну что ж, начинается у нас, хотел сказать, Рошана стояние. Нет, стояние уже под хай-граундом. Хай-граунд стояние. Хай-граунд. Лоу-граунд стояние какое-то. Вот команда Virtus.pro. Минус свет опять. Минутка инвиза, как ты говоришь. Да, ну а в это время там по топу сплитпушит бэтрайдером. Бэтрайдер молодец. Максимально. На тавр летел кто? Летел у нас спаж, отменил тп. Ну патовая ситуация. Варды неплохие стоят у Вичи Гейминг. Они плюс-минус видели, что происходило наверху. Может быть стоит все-таки ВП забрать тир-2. И как-нибудь ну вот аккуратно там пауками догрызть тир-3 и забрать шрайны. Тяжело заходить. Против бэтрайдера это очень тяжко. Тем более здесь мы, обратите внимание, если Роджер не включит божественность свою. А он ее иногда включает. То бэтрайдер просто увезет героя с Аегисом под тир-4. Драться будет невозможно. Даже под ультой Кентавра будет очень тяжело убежать оттуда. Но мы видим, Паша себе добирает, а гоним. Вот он блингдайгер, кстати, для Роджера. Нет, конечно же, для Таска. В этой игре Таска с другой стороны. Ну что, возможно сейчас будет драка. Там попытка найти кого? Найти попытка Янга. ДДС тоже бешит. ДДС бежит отсюда, его пытаются поймать. Аутселлер. Сэр отрезан от своей команды. Не успеет он прожать БКБ, потому что его нет. Кастует кэш-0 ультимейт. На развороте можно попробовать забрать Нована. Нована тоже здесь не забрать. Посмотри, где Рамзес. Рамзес просто застрял. Не дождались. БКБ очень сильно сыграл сейчас свою роль. В итоге все под магнитайзом съедают Фриз. Фриз ничего не может сделать. Забирают только Роджера. Уже минус 3. Рамзесу могут разбить. Это шикарная драка получается от команды. Вичи Гейминг, Джереми Тандер. Выбили Аегис на развороте. Рамзеса еще раз, наверное, забрать не удастся. Но в любом случае неплохо огрызаются. Как так вышло? Вот так вот вышло. Как-то. Загуляли Вичи. Прошу прощения. Виртус Про загуляли. Наказали их за это. Да, не дофокусили они изначально Луну, когда могли. Опять же, было бы БКБ. Я думаю, это раньше бы случилось. Ну, разкистовал неплохо. Он там свой ультимейт. Еще и Бэтрайдер. Что сейчас? Рамзеса будут цеплять по второму кругу. По-моему, это ошибка. Там летит Айс Бласт. У Янга проблемы могут быть. Да, нет. Не попадает Азболсом по нему. Рамзеса катит. Боже, как же быстро закачивается ДДС. Буквально с трех укусов его забирает Рамзес. Ну вы что, ребят? Да, что-то как-то мы только похвалили. Вроде бы Вичи Геймингом и пошли и фиданули. Ну, я не совсем понимаю, на что рассчитывал Бэтрайдер, врываясь на эту Бродмазер без лассо. Я рассчитывал на то, что ДДС закроет его своим телом. Ну, на БКБ развести такая себе история, опять же. Ну, я не думаю, что Рамзес в этой ситуации проживал бы. Я думаю, что нам абсолютно хотят сказать не то, что развести на БКБ, а то, что там еще и БКБ было. То есть там... А, ну да, тоже верно. На что ты рассчитываешь? Не ясно. Ну, тут Рамзес мы видим сразу себе приобретает замечательный артефакт с названием Second Relic. Что из него будет собирать, пока не ясно. Ну, я бы лупил Нулифайр уже до БКБ Луны, чтобы прям... По полной. Тем более Банша есть с Юлом или без Юла, но Юл может появиться. Да, Нулифайр уже готов. Да. Классический Нулифайр до БКБ. На двадцатой минуте? Да. Юлочки есть, кстати, тоже будет работать великолепно. Но на самом деле, конечно, очень нужен БКБ Сайлору. Потому что он великолепно все раскастовал. И жил до конца. И выдал весь прокаст. И Рамзес на горку посадили. Каким-то чудом, на самом деле, выиграли драку. И преимущество 9000, но стороны все еще стоят. А Егис сейчас закончится. Вич и Гейминг получат возможность выйти и... А, он уже закончился. Его же выбили в той драке. Ну, получают возможность выйти и попытаться хоть кого-то забрать. Для этого нужно выйти с базы. Зачистить лес. Поставить варды. Да, это уже присылают. Да, картиночки. Да, тот самый Рамзес на брутмазер. Славенько, славенько. Вы можете лучше, ребят. Да, спасибо, что радуете нас твитами. Ну... Тут уже, на самом деле, игра радует. Потому что внезапно интрига жива в третьей карте. Я, опять же, не исключаю, что Вич и Гейминг имеют все еще все шансы перевернуть в этой игре. Шансы есть. Причем неплохие. Несмотря даже на нулифайр и прочие вещи. Но вот еще одна БКБшка появляется для Тини. Это, конечно, проблема теперь для Вичи. Хороший выход. Вышли в смоках. Никуда не идем к врагам. Поставили варды. В следующий раз выйти по нижней стороне. И уже потом, когда соперник не будет вас ожидать, выйти в смоках. Потому что, если сейчас пойти против Virtus.pro гангать, они примут на хайграунде и убьют. Вот они стоят как раз в позиции. Соло стоит снизу, потому что он, ну, как всегда. Он байтит. А он все правильно делает. От него не так уж и много требуется закинуть хороший Ice Blast. Все. На этом его полномочия заканчиваются. Ну, а там тем временем появляется аганим для Паши. И вот он, Паша. Поехали. Не хватает. Не, нужен там вот этот. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Самое то для этого персонажа. Ну, сейчас будет. Сейчас будет тык-тык на базу к Вичи, я так думаю. Полтора минуты оставится до следующего Рошана. Я не уверен, что будет так быстро этот тык-тык. Я думаю, что вот как раз... Возможно, кстати, на Рошане подержится, как вариант. Драка на Роша должна быть. Потому что Вичи нужно... Если они отдадут сейчас, это второй или третий? Это второй. Второй будет. Ну, ладно. Второго еще можно, но все равно тяжело. На Луну. Нападение. Успевает нажать БКБ. Бруду подцепили. До БКБ подцепили брутку. Он нажимает блокинг-бар. Сейчас залетает. Какой сумасшедший залетает Ice Blast. В итоге Сайлор каким-то чудом выживает. Нет, не выживает. Не выживает. Соло здесь сагрил на себя Фриза. Но это малая жертва. Соло погибает. Живых остается только Death Profit. Примерзает на Cold Fit. И тут нули-файр. Без шансов, конечно же, для Вичи Гейминг. Тим Вайп в размен на одного саппорта. Есть байбэк. Ну, а похоже, ВП сразу идут до конца. Не понимают свою силу. Готовы пушить до последнего. Самое печальное, что у Луны и байбэка нет. А толку от этого байбэка не будет. Потому что там нет ультимативной способности. Да, нет ультимативной способности. Это тот момент, когда БКБшки очень сильно решают для ВП. Сейчас Нун должен выкидывать. Нун выкидывает на бруду. Здесь же стан. Здесь все в Death Profit. Но под сейв отличная оттаска. Байбэк на битрайдере. Выталкивают Death Profit. Death Profit уходит. Парейшена нет. Ему бы сейчас, конечно, ульту закинуть. Но это минус бараки на миде. Ну, знаешь, шатка-валка как-то отбивается. Вичи Гейминг ценой байбэков. Да, отступает Virtus.Pro. Но, я так понимаю, отступает только по той причине, что скоро появится Рошан. И решают играть максимально, значит, с Ивова. Чтобы забрать его и уже с сыром Саегисом точно закончить. Ну вот сейчас решится, в общем-то, все. Потому что этот Рошан станет непосильной ношей для VGJT, если заберут его ВП. Они будут вынуждены драться. И мы понимаем, что, скорее всего, если они драку там проигрывают, они сразу пишут ГГ. Да, преимущество мы видим, все очень круто. БКБшечки решают. Луна ничего не может сделать. У нее есть БКБ, да, тоже. Но у нее нету достаточного количества урона. Да, с руки, к сожалению, наваливать пока не может, чтобы вот так вот прожать БКБшечку, развернуться там, ультануть и хорошенько дамажить. Пока что все, что может делать Селлар, прожать БКБшечку, ульту и бежать. Ставит Сентрю, сбивает тут же Сентрю ДДС. Ну и сейчас Рошана стояние. Бруда сразу заходит, провоцирует драку. Это драка выгодна для ВБ. Есть МОК, есть МОК от команды Virtus.pro. Там Паша в позиции, готов врываться. Нужно быть аккуратнее и максимально предельно осторожными вичу гейминг. Сканируют, провоцируют, но не слишком сильно агрессируют. Сейчас видят битрайдера, понимают, что это битрайдер не настоящий. Да, Солочь из Смока. И Рошана стояние продолжается. Падает верхняя вышка радиантов. Но это ничего... Сути дела не меняет. Сути дела не меняет. Все еще готовы драться. Ребята из команды вич гейминг. Заходят в спину. Там Паук все спалил, по-моему. Роджер укатывается сразу отсюда. Рамзес накидывает очередную сетку. Нужно бежать. Нужно бежать вич гейминг. Они в явной диспозиции сейчас. На них врываются. Не успел подстанить Роджер. Неплохо вернулся у нас Янг. Хорошо есть Лозо. Кого увозят? Увозят Пашу, по-моему. Нет, не Пашу. Род держит его. Никуда его не увозят. Но он подрубает ультимейты. Рассыпаются вичи гейминг. Virtus.pro заканчивает эту карту, судя по всему. Здесь уже нереально выиграть. Фриз пытается сифонить. Пытается что-то сделать своим ультимейтом. Может быть даже добьет Тини. Нет, он даже Тини не убивает. Это гудгейм. Это второй мейджор подряд для Virtus.pro. За последние две недели. Хочется сказать. Да, уже не интересно. Да, да. Уже вот так вот. Уже нет тех эмоций. Ну, безусловно, конечно, ВП рады. Но мы понимаем, что они настолько уверенно провели этот финал. С таким огромнейшим запасом. А вот и тренер. Да, тренер доволен. Даже без тетради смерти своей справился. Вполне себе. Со своей задачей в финале. Довольный Virtus.pro выходит. Еще один мейджор. Слушай, возможно, не последний. Кто его знает. С такой игрой можно и ДНТА дойти. Вполне. Ну, ДНТА-то они уже...